Вопрос встал давно. Почему? Где-то с десятого, даже может раньше года, все стратегии регионального развития реализуются только наполовину. Вот полураспад такой этих стратегий, но вот именно на то, может это конечно и это не случайно, которое интересно крупным компаниям. Вот Абел Георгиевич после своей статьи выделил, значит, Газпром, РЖД, Дерипаску выделил. То есть действительно, вот эти компании крупные и вот те регионы, в которых они как-то задействованы, реализуются только наполовину. Вот, например, программа Нижнего Приангария, которая была принята ровно наполовину. Богучанская ГЭС, алюминиевый завод, дешевая электроэнергия на алюминии, алюминии за границу, все доходы корпорации. Вот ответ как-то хотелось бы найти в том, что вот при разработке пространственной стратегии, которой пока еще, как я так понимаю, еще и нет, вот неправильно определились место России. Все очень хотели считать, что в 90-х годах, что Россия находится в центре, ну не мира, но уж экономического развития точно, а вообще-то мы оказывается на периферии. Мы периферийная экономика. Вот социолог американский Валенстайн очень четко определил, российская экономика – это периферийная экономика, но с ядерной дубинкой. Вот это какая-то такая особая ситуация. Ну вот, что можно выбрать? Какую-то теорию. Вот Волконский тоже очень хорошо сказал, что невозможно что-то сделать, не опираясь ни на какую теорию. А какую же теорию взять? Ну вот социализм, ладно. Нет, но он неожиданно оборвался, а вот мейнстрим. Вот попробовали мейнстрим, оказалось, тот же Лившица очень красиво сказал, что в 90-е годы мы оделись в экономические одежды от голого короля. То есть это все не наше было. Ну то, что Пушкин в свое время говорил, что поймите же и то, что мы не Европа, у нас другая формула. Ну что он имел под словом формула, я так и не понял. Может он тоже математику какую-то знал. Но во всяком случае, вот то, что Россия – это очень-очень не Запад, вот это давно-давно было понятно. И нам никак не хотелось признавать, что в 90-е годы мы какие-то другие, периферийные, и вспомнить, что такие теории были созданы, не нами. Вот если опять же почему я назвал свое сообщение о политэкономии. Все мы, здесь по-моему почти все учили политэкономию по учебникам Цеголова, Брегеля, ну и других. И там очень четко было сказано, политэкономия – это наука о неизбежном крахе капитализма. Поэтому все те западные, которые говорили, а может быть народный капитализм контролирует капитализм с человеческим лицом и так далее, это ревизионисты, оппортунисты, это не наше. И студентам, конечно, это не рекомендовалось изучать. А то, что мы оказались зависимы, это как-то забыли, но и в 90-е годы тоже почему-то и до сих пор никто не вспоминает, что были теории развития периферийного капитализма, особенно в Латинской Америке. Это не случайно, они там поближе и очень хорошо почувствовали, что такое быть зависимой. Вот тот же, когда приводят пример с Норвегии, с Кореи, а ведь они зависимы-то очень сильно, им разрешили быть богатыми. Таких стран, Тайвань, Сингапур, им разрешили быть богатыми те, которые, ну, миллиард и так далее. А вот что же в этой теории оказалось очень много созвучно с теми теориями, которые были в СССР и по которым мы жили, и мобилизационная экономика, и нами строилась в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е восстановление. То есть, когда восстанавливается, тогда мобилизационная экономика очень даже полезна. И надо вспомнить о том, что у нас было раньше. Ну, например, вот протекционизм, активность государства в экономике, чего категорически не принимает теория мейнстрима и фридма, рынок все сделает. Вот, наверное, стоит действительно игнорировать МВФ, потому что они делают только то, что им выгодно, и не очень хотят, чтобы все остальные развивались так же успешно, как и они. Так, что значит ориентация на собственные силы? Вот то, что было провозглашено в 22-м году. Так, немножко позапивался. Ну, хорошо. Значит, это проекционизм, ориентация на собственные силы, и вспомнить то, что делалось в период СССР вот в те годы. И по нашим расчетам могла бы и Сибирь, и вообще Азиатская Россия расти опережающими темпами, ну и население должно расти, но это потребует дополнительных издержек. И вот следующий слайд. Да, пожалуйста. Вот это наши расчеты по вот этому нашему мегагранту. Я выбрал только два варианта последней оптимистической стратегии. Вот на что здесь хочется обратить внимание. Конечный продукт Азиатской России в варианте А, это когда тот вариант, когда никаких преференций для населения, почем не для бизнеса, а вот для населения. То есть понимать надо, что население в Азиатской России дискриминировано и в транспортном отношении, и в культурном, и в образовательном здравоохранении, в чем угодно. И вот надо его поднимать быстрее, чем все другое население, но в частности в европейской части страны. Вот А, это когда мы так делаем, Б, это когда мы даем что-то немножко побольше азиатской части страны по сравнению с европейской темпы. Больше и население не уезжает. Вот если ничего не делать, вот А, то население просто будет уезжать из Сибири. И ничего тут не сделаешь, это объективный факт. А вот Б, это когда мы немножко усиливаем. Население в России, в азиатской части России сохраняется, и темпы, как видим, немножко больше. Чуть-чуть всего на 0,2% больше. Но вот в европейской части страны эти темпы немножко меньше, чем по варианту А. Ну, Россия, да, но вот кто выиграет, азиатская или европейская часть страны? И вот если с этой табличкой выходить, например, в Совет Федерации, когда там сидят сенаторы от каждого региона, и вот рядом сидит сенатор Смоленской области, Тверской, ну и от Москвы, то они скажут, что Смоленская область уж так сильно выделяется впереди, она даже иногда хуже, чем Новосибирская область, по некоторым показателям. Значит, то есть вот Москва должна прежде всего понять, что ей бы надо немножечко сократить темпы роста своего благосостояния. Ну, а это, наверное, очень и очень непросто. Ну, а поскольку вот основной тезис, это что государство в экономике должно играть, особенно в настоящий период, более важную роль, это мы показали на примере транспортного фактора, ну, резко увеличили возможность вложения в транспортный комплекс, сокращение транспортной дискриминации в Азиатской России. Вот 50-й год примерно это древовидная структура транспорта, есть транспорт, и от него ветки к ресурсным регионам. Следующий, да, следующее это формирование вроде бы сети, но в СССР, когда БАМ есть, ну, он вряд ли столько для населения, сколько, опять же, выход на север, ну, и, конечно, оборонные всякие задачи, а вот южные ветки, они идут через Казахстан, как и сегодня. И тогда, если посмотреть на проблемы безопасности, следующее, пожалуйста, то вот эти два пункта, они очень и очень уязвимы. И вот тут стоит вспомнить 45-й год, вот историки нашли, когда два немецких генерала еще перед Возьминой предлагали зайти по Северному морскому пути в Енисей и От, подняться в Красноярск-Новосибирске, перерезать транспорт, чтобы не могли перебросить, вот, ну, как так получилось, что это не стали, трудно делать, и Транссиб заработал, впоследствии понятно. Но вот сегодня Казахстан, конечно, нам пока нельзя сказать, чтобы не дружественная страна, но какие-то уже намеки уже примерно есть, что они могут сделать со своими железными дорогами, пока непонятно. И тогда остаются вот у нас два эти пункта, очень и очень уязвимы. И поэтому, вот, а соединить вот эти, вот эти северные, вот просто, по-моему, география должна бы просить как раз вот соединить вот эти ветки вот той самой Северо-Сибирской магистрали, которая была записана несколько раз в разные документы, секретные части там все. Ну, потом РЖД все это очень быстренько выбросило. Ну, неэффективно для РЖД по всяким критериям НПВ в коммерческом плане. Пока еще нет грузов. Вот будут грузы, будем строить. Вот несколько раз я слышал от начальников РЖД вот такое. Будут грузы, будут строить. Нет грузов, строить не будем. То есть, долгую строить не хотим. И вот тот слайд, который показывал Вячеслав Евгеньевич, про Александра Ответьева, он как раз относился именно к постройке Транссиба вот 150 лет назад. Уж сколько лет я там слышу все эти... Вот сколько лет вот этой дороги примерно и Ванино-Индиго, вот этот маршрут, тоже очень и очень давно. Следующий, пожалуйста. Вот чтобы не быть голословленным, вот этот самый маршрут Ванино-Индиго мы насытили теми интересами компаний, которые в разные периоды времени высказывали свой интерес. И что удивительно, в 21... Да, в 20... Нет, в 22-м году в январе Путин поручил Мишустину в трехмесячный срок разработать программу развития многофункционального порта Индиго. Это и для нефти, и для газа, и для угля, и для много чего. И дороги до Сургута. То есть Баренц, мы его называем Баренц-Комур. Ну и дальше уже БАМ есть. И вот Северосибирский, вот это новый широтный коридор, который мог бы быть... Вот как раз связать, ну, 4 федеральных округа и примерно около 15 регионов страны. И, конечно, как-то решить транспортную дискриминацию вот в азиатской части России. Спасибо за внимание. Я поспорил с очень справедливым замечанием Андрея Николаевича, который говорил про необходимость южных выходов. Я просто, когда общаюсь с теми, они не рассказывают истории, как они сейчас решают свои проблемы, выхода на Иран и так далее. Это вообще, это поэт. Значит, вы рассматриваете в своих, так сказать, разработках какие-то все-таки южные направления, в том числе через Сибирь, через Казахстан, и не только через Космическое море, выхода на южные, так сказать, какие-то конфигурации логистических новых схем. Потому что, ну хорошо, сделали тут сейчас, ну ладно, в ближайшей перспективе западный вектор подсохов у нас будет резко сокращаться. Понятно, да? Ну и для того, чтобы нам идти, так сказать, уже дальше в облаке Европы куда-то, ну нужно, возможно, использовать и другие, если есть возможность, и через Дальний Восток, либо что-то еще. Ответили, по-моему, на вопрос. Да, мы это рассматриваем. Но северное направление, оно нам представляется интереснее, поскольку это чисто российское направление. Мы не будем зависеть ни от каких стран других. А это всегда приятно, по-моему. Все. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»